Кто следующий в очереди на кладбище империй, спорят между собой американские эксперты, пытаясь заглушить информационную волну, что именно войска США буквально бегут после 20 лет пребывания в Афганистане. Вслед за русскими и американцами в Афганистан войдет Китай. Китайские лидеры, пожалуй, самые амбициозные во всем мире, продолжают маскировать свое поражение журналисты последней сверхдержавы, убеждая себя, что, может быть, их страна и допустила огромную ошибку, потратив кучу денег, времени и оружия на бесполезные мероприятия. И виновных, конечно, не найдут и не осудят, но, дескать, кто без греха развалился же СССР после своей афганской авантюры. Проблема в том, что новый доклад для Конгресса генерал-лейтенанта морской пехоты Роберта Шмидла и контр-адмирала Марка Монтгомери, оба в отставке, рисует весьма себе грустный портрет для военно-морского флота США в частности и для Пентагона в целом. Авторы заключают, что руководство армии не уделяет должного внимания подготовке к войне и переживает кризис руководства и культуры, сообщает The Wall Street Journal. И повод для такого скепсиса как ни крути есть, ведь пока Голливуд снимает бесконечное число победоносных и политкорректных боевиков, где Вашингтон раз за разом спасает мир, собственные войска последней сверхдержавы сильно отличаются от картинки в телевизоре. Например, просто задайте себе вопрос, почему, уходя из Афганистана, США оставляют за собой полный хаос и неразбериху, а талибы уже заняли большую часть сельской местности страны и готовятся осаждать крупные города? Куда делись все те миллиарды долларов, выделенные Пентагоном на обучение и оснащение афганской армии? И почему армия США бросает на своих бывших базах огромное число техники, которую как минимум можно было раздать своим же пенсионерам, как максимум переплавить на школьные автобусы в стране планетарной совести? Год за годом Пентагон не может отчитаться за миллиарды, потраченные неизвестно на что. Сейчас специальная комиссия Конгресса подсчитывает средства, израсходованные за 20 лет в Афганистане. Как показали прошлые проверки, самая долгая война в истории США превратилась для бюджета в черную дыру. Последний аудит проводили в 2019-м. И, как выяснила комиссия специального генерального инспектора, штаты потратили в Афганистане как минимум 7,8 миллиарда долларов, причем 6,5 миллиардов предоставил Пентагон. Но около 30% от общей суммы, а это почти 2,5 миллиарда, попросту пропали. Закупленные на них активы либо не эксплуатировались, либо использовались не по назначению, либо их вообще бросили. А многое банально распилили подрядчики. Кстати, есть в отчете и совсем голливудские истории, только они не про железного человека и без счастливого конца. Если, конечно, не допустить, что кто-то удачно построил себе домик в техасской деревне и обзавелся яхтой. Потому что от 10 до 43 миллионов долларов, прямо интересно, как даже комиссия так хитро считала, ушло на одну заправочную станцию где-то в афганской глуши. Десятки миллионов поглотили так и нереализованные программы по модернизации промышленности, а также добыче полезных ископаемых. Хотя есть и хорошие новости. Порядка 150 миллионов ушло все-таки по назначению. Их потратили на строительство роскошных частных вилл для американского военного командования. И вот сегодня самая богатая технологически оснащенная и наиболее подготовленная в мире армия с позором бежит с поля афганского боя, забыв про все свои бравурные речи. И это не метафора. Никто в Штатах, кроме тех, кто построил домик в Техасской деревне, очевидно не может сказать, зачем 20 лет назад США вторглись в эту забытую миром страну. Белый дом сейчас честно просит замять тему и не надоедать президенту с вопросами об Афганистане. Хотя цена авантюры, тысячи жизней и триллион долларов. И даже лидер США в своей речи, что удивительно, заявил, цитируем, народ Афганистана должен решать, какое правительство он хочет, а не мы, навязывать ему правительство. И, конечно, что будет дальше, покажет время, пока американские эксперты мечтают, что интервенция в Афганистан, которая обязательно случится, ведь иначе и быть не может, станет для Китая настоящей катастрофой. Пекин оставит на афганском кладбище свои ресурсы, своих людей и, что самое важное, для Вашингтона свои амбиции в области глобального лидерства. Пойдет ли Китай на такой шаг или не пойдет, дело сейчас не принципиальное, ведь, очевидно, позорное бегство американских военных из Афганистана подтвердило одно – гегемон уже не тот. И что-то подсказывает, что все это еще далеко не конец истории.